Сегодня на библейском портале Экзогет мы продолжаем исследование сложных трудных мест Священного Писания. И вопрос, который мы сегодня рассмотрим, исцелил ли Христос слепого или слепых, мы уже касались этого вопроса, когда въезжал или когда выходил из Ерехона. И мы отталкиваемся от Евангелия от Матфея 20, 29 по 34, Марк 10, 46 по 52, Лука 18, 35 по 43. Проблема заключается в том, что в одном случае говорится, что Христос входил в Ерехон, въезжал в Ерехон и исцелил. В другом случае говорится, что он проходил через Ерехон и говорится, что он выходил из Ерехона. И возникает вопрос, а как нам разрешить такое внешнее противоречие? Первое. Исцеление произошло, когда Христос покидал Ерехон. А почему же говорится о встрече с этим слепым, когда Христос входит в Ерехон? Слепой встретил Христа при входе в Ерехон и шел по всему Ерехону, за ним и кричал, ведь его же унимали и народ, и ученики. Он шел и кричал, помилуй нас Господи, сын Давидов. И по своей неотступности, когда Христос уже выходил из Ерехона, он обратил внимание на этого человека, подозвал его к себе, и совершил его исцеление. То есть встреча происходит при входе, и один из евангелистов описывает этот момент. Потом евангелисты пишут, что он идет за Христом, и потом другой евангелист пишет, что на выходе из Ерехона происходит исцеление. Все-таки тогда города не были такими большими, как, например, современные города. Это первое объяснение. Второе объяснение могло быть два Ерехона, старый и новый, как у нас есть Москва и Новая Москва. И из одного Ерехона Христос мог выходить, и тут происходит как бы на границе встреча со слепым или со слепыми, в другой входить. Поэтому это тоже такое вполне возможно, и в древности такое случалось. Но есть точка зрения, третья точка зрения, что это вообще были два разных события. И экзегенты, сторонники этой точки зрения, они пишут, «Однако есть и третья точка зрения, что описываются два разных события. Марк и Матфей ясно заявляют, что исцеление имело место, когда Иисус выходил из города». Матфей 20.29, Марк 10.46. Но Лука говорит, что исцеление слепого произошло, когда он входил в город. Эта точка зрения подтверждается тем, что Лука говорит только о народе присутствующем, когда Иисус входил в город. Это Лука 18.36. Тогда как Марк 10.46 и Матфей 20.29 считают необходимым упомянуть, что присутствовало множество народа, когда Иисус покидал город. Если бы слух о чудесном исцелении по пути в город распространился, это послужило бы объяснением увеличению толпы. Сначала небольшая часть людей, происходит чудо, и народа становится значительно больше. Это также объяснило бы, почему два слепца ожидали на другом конце города, чтобы попросить Иисуса исцелить их. Потому что молва дошла до них, что исцелен слепец, который просил об исцелении. Возможно, первый исцеленный слепой, Вартемей, пошел и сразу же рассказал своим слепым друзьям, что с ним произошло. Или, возможно, остальные слепые уже собирались на другом конце города, на своем обычном месте, ожидая милостыни. В любом случае, этот отрывок не содержит неразрешимой трудности. Эти сообщения можно понять, сопоставляя их. Таким образом, мы видим, что могло бы показаться кому-то противоречием, но на самом деле таковым не является. И даже при сопоставлении одного текста с другим, мы, скорее всего, видим дополнения, которые действительно могут указывать иногда на несколько событий, а не на одно. Берегите себя, друзья! Храни вас Господь!